Число заболевших COVID-19 постоянно увеличивается. Сейчас в стационаре инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов проходит лечение 470 человек. Количество тех, кто лечится дома, еще более внушительно. Ежедневно количество COVID-19 у нас растет. Сегодня под наблюдением медиков, даже на амбулаторном этапе, мы не говорим про стационар, который у нас лечится, где наши пациенты лечатся именно на амбулаторном этапе. Количество пациентов, которых подтвержден COVID, находится под наблюдением, это более тысячи человек. Тем не менее, в таких условиях, в отличие от весны этого года, работа поликлиники продолжается. Если в первую волну, мы говорили, полное закрытие поликлиник, и все узкие специалисты, все врачи, допустим, хирурги, неврологи, офтальмологи были также на вызовах на дом, сегодня эта плановая помощь сохранена. И поэтому мы на первичное звено, на поликлиническую службу сейчас возложена очень большая нагрузка по оказанию квалифицированной качественной помощи для наших жителей. Елена Зинатулина отметила, что несколько дней назад произошел резкий скачок вызовов врачей на дом. Если полторы недели назад их было около 800, то на сегодняшний день более 1300. Нагрузка на каждого врача, у нас сейчас обслуживают вызовы на дом около 30 врачей по району, 20 участковых терапевтов, 5 педиатров, 5 фельдшеров, и, конечно, нагрузка около 40-50 человек составляет день. По сути, каждый врач ежедневно получает экстремальные нагрузки. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, руководство ВРКБ приняло необходимые в таких непростых условиях меры. Было все принято решение о сокращении амбулаторных приемов и вывода части участковых терапевтов на вызовы на дом. И нам пришлось закрыть записи амбулаторных пациентов и вывести врачей на дом. Потому что это более важно, потому что люди, которые вызывают на дом, иногда приезжают и уже тяжелые пациенты, и сатурации низкой, которые требуют срочной госпитализации. Это пациенты группы риска, которые имеют сахарный диабет, какие-то хронические, онкологические заболевания, которым нужна помощь, и которые ждут эту помощь. И, естественно, было вынуждено это меры. То есть, вынуждители должны понять, что в действительности сейчас есть трудности с записью к специалистам именно в поликлинику. Подтолкнула к такому решению и другая ситуация. Полторы недели назад в социальных сетях жители жаловались, что после вызова врача на дом его приходится ждать более двух дней. Очень много заявок поступило в субботу-воскресенье. В воскресенье поликлиника не работала. Когда в понедельник мы окунулись в большое количество вызовов, а осили теми нашими кадрами, которые у нас были в наличии, мы физически не смогли. Вот сейчас поэтому было принято решение уже в это воскресенье, которое было вывести врачей-терапевтов на обслуживание вызовов на дом. Елена Зинатулина призвала жителей соблюдать все меры предосторожности и выразила надежду, что работа поликлиники в скором времени вернется в прежнее русло. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.